Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. У нас опять жуткая жара, да и в чем-то случилось. Жара под 40 градусов, поэтому сидим под кондиционером. Готовить что-нибудь маломальски серьезное лень, а трескать периодически хочется. Поэтому я выбираю рецепты простецкие, на углях, на непрямом жару, при невысокой температуре, чтобы не нужно было над грилем торчать и дома не нужно было включать ни плиту, ни духовку. Приступим. Прикупил вот такой кусок пашины. Вот эта часть с живота, это ближе к ребрам. Я их, понятно, срезал. Нет, не все срезал, кусочек один остался. Надосеку шкурку крестообразно. Это чтобы сало проще вытапливалось. Еще понадобится много чеснока. Срежу хвостовую часть, пересухший такой. Остальное в банку и потрясти как следует. Такой вот способ очистки. Если надо много чеснока очистить, то самый нормальный способ, на мой взгляд. Если знаете, как это сделать быстрее, напишите в комментариях. Чеснок надо порубить не особенно мелко. Ну а теперь просто приправлю мясо. Чесноком, солью и перцем. Перца побольше. Отлично. И знаете что? Хочу еще душистого перца добавить. Мне кажется, он будет к месту. Замечательно. А теперь надо очень плотно обвязать рулет и вся суетана сегодня закончена. Идем раскочегарить гриль. Редактор субтитров А.Семкин минут через 15-20 можно будет мясо класть на угли. Но мне хочется не просто запеченного мяса, а такого знаете, с ароматом дымка. Поэтому на фольгу немного щепы завернуть и пробить кучку отверстий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как видите, для контроля температуры я пользуюсь китайским термометром с передачей сигнала на телефон. Вообще-то к нему можно сразу четыре термощупа подключить, но мне в данный момент достаточно двух. Так что весь контроль за процессом буду осуществлять из кондиционированного помещения. Вернусь к грилю, когда температура внутри куска достигнет 75-80 градусов. Это будет будущий гарнир. Картошка приготовлена, в очень соленой воде, и поэтому она получится в такой солевой корочке. Красота, но я хочу еще сильнее подпечь. Пока сниму вместе с решеткой. Кипятка сюда. Надо дождаться, когда картошка сварится, и вода при этом почти вся выкипит. Вот тогда можно будет садиться за стол. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Долгожданный момент пробы. Всего мясо запекалось у меня, что около трех часов получилось так. У вас может быть другое время, потому что зависит, естественно, от диаметра вашего рулета и от реальной температуры в вашем гриле. Поэтому самый важный параметр это термометр, вернее, температура. Я довел до готовности мяса до температуры 81-82 градуса в центре этого самого батона. Давайте пробовать. Сочно, вкусно, чесночно. Перца, наверное, душистого можно было побольше положить. Да, я думаю, да. Черного нормально, душистого можно было больше положить. Шкурка хрустит, но слегка жестковата. Ну, это, в принципе, стандарт для такого способа приготовления. Чтобы она не хрустила так и была мягкая, нужно, наверное, предварительно ошпаривать кибетком еще что-нибудь. Ну, мне не хотелось просто настраивать этот геморрой, потому что жарко на улице. А теперь по картошечке. Обожаю таким способом приготовленную картошку. На Канарах так делают. Это, по сути, имитация варки в морской воде, в соленой. Соль выкипает, она кристалликами застывает на шкурке. Очень вкусно. Только для этого нужно брать картошку с тонкой шкуркой, чтобы можно было прямо именно со шкуркой и есть. И обязательно полить оливковым маслом, ароматом и лимонным соком. Это очень вкусно. Обалденно. И очень нетрудозавратор, так как видите, что очень актуально для нашей жаркой погоды. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok